Слезы радости, объятия и уж точно хэппи-энд. Так воспитатели детского сада Хэппи Бэби и их заведующая Елена Воротникова празднуют свою победу. Ведь каждая из них могла оказаться в местах не столь отдаленных. Воротникова, Нагих, Чигрова и Плотникова. Они всегда избегали камер и считали себя невиновными в избиении детей. Но почему-то при этом всегда радовались условным сроком. Сегодня приговор Алтайского краевого суда и вовсе оказался самым мягким для воспитателей и заведующей. Подсудимые своей вины не признали, в содеянном не раскаялись, все факты были подтверждены в суде. Но сегодня суд апелляционной инстанции исключил практически все эпизоды по статье 117 из обвинения подсудимых. Сейчас мы пришли к тому, что их просто фактически освободили от наказания. Эта история вскрылась пять лет назад. Тогда вся страна увидела методы воспитания в детском саду «Хэппи Бэби». Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства. На кадрах детей пинают живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. Они не раскаялись, они не признали своей вины. Более того, очень долго длилось судебное следствие. И когда показывали факты истязания детей, они просто сидели и смеялись. То есть они очень цинично вели себя и неоднократно мы под протокол делали замечания подсудимым. Ранее вместе с подсудимыми была еще одна дама, тоже воспитатель Посысаева. Она слетела с дистанции раньше своих коллег, еще до этого суда, так как на нее прокуратура Алтайского края не подавала касационное представление. Свой первый приговор женщины услышали чуть больше года назад в Центральном районном суде. Далее была апелляция. И опять не в пользу родителей детей, так как реальных сроков воспитатели так и не получили. В ноябре суд касационной инстанции в Кемерове вернул приговор в апелляцию на новое рассмотрение другим составом суда, посчитав приговор слишком мягким. Но в итоге сегодня заведующего и воспитателей практически оправдали, говорят юристы. Относительно вот этого дела очень сложно сказать, что там решил суд и почему он пришел к такому решению, пока мы не почитаем мотивировочную часть. Законность решения будет проверена после получения всего определения судебной коллегии. Но при этом оно вступает в силу немедленно. В то, что сегодня произошло, никто из потерпевших не верит. Родители будут обжаловать и этот приговор. Так что точку ставить еще рано. Защищать своих детей – это не право наше по закону, это наша обязанность. И, безусловно, мы должны эту обязанность выполнить до результата. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.